Привет всем любителям дудука! Это снова я. И я решил в этом уроке показать вам произведение Севмут Ампер, которое переводится как «тёмные тучи» или «чёрные тучи», точно я не знаю. И речь идёт о грозовой погоде или предгрозовой погоде. Произведение мне это нравилось всегда, я его заметил ещё в самом начале своего обучения, когда я его ещё не мог играть из-за украшений, ну и плюс из-за полутонов. Но сейчас это одно из самых моих любимых, и мне нравится оно тем, что я чувствую себя в нём очень свободно. Во-первых, просто лад Шур, он очень красивый для импровизации, вы можете начать импровизировать в ладе Шур, потом перейти на Севмут Ампер, поделать какие-то штуки даже в серединке там между двумя частями, ну как обычно, да, там армянские произведения, первая часть, вторая часть одинаковые. И потом после него, после завершения Севмут Ампер можно дальше продолжать играть Шур. Как вы помните, Шур у нас строится от пяти пальцев, вторая нота половинка. Можете сначала поделать какие-то упражнения для того, чтобы войти во вкус Шур, и мы переходим к композиции. Камыши ведут себя отвратительно зимой, вообще сейчас просто кошмар. Так что, ребята, вы не единственные, у которых там проблемы с этим, когда камыши вылезут или шипят, шуршат, сипят, и вообще из них звук никакой. У меня на всех камышах сейчас одинаково все. Так, включаем лоту си повышенную. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 одинаковыми их играть, так и как я сделал, то есть одно попроще, другое потруднее. Первую я слезал, так сказать, стиль исполнения у музыканта Владимира Харукюняна. Он был известным музыкантом и у него такой такой простой, я бы сказал, простой армянский, очень присутствующий, такой медленный стиль. Мне нравится, как он играет. И когда он играет просто, не кажется, что он играет как-то бедно, наоборот, кажется, как-то очень проникновенно и богато. Второй стиль более богат украшениями, так скажем, больше как-то соответствует Геворгу Добогиану, вот его школе. Так, ну что, разучим с вами его, да? Первые три нотки у нас просто длинные, красивые три нотки. Начинается с ноты Ре. Так, три нотки. Вот так вот. Дальше. Начинается с Фа диез. И снова первая фраза. То есть две одинаковые фразы. Следующая начинается с ноты Соль, половиночка. Соль, да. Соль, да. Соль, да. Соль, да. Не самый первый. Получается две фразы одинаковые после этого с орнаментом. Дальше идем. Дальше мы начинаем с нотки Фа диез, но притяненной. Вот так, вот так, да. Не половинку, а просто притеняем чуть-чуть. Вот так. Не вот так, а вот так. Там я сделал такое жующее медленное вибрато, нарочно делаю. Мне оно нравится. Я встречал его в разных произведениях. Тут кисты вот применяют такой приемчик. Как-то он так привлекает внимание, и ты можешь как-то акцентировать то, что хочешь сказать. И следующая фраза. Опять здесь. Так. Та-та-та-та-та. Та-та. И горлом. Та-та-та. Смотрите. Та-та-та. 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 Та-та. И дальше. Та-та. Та-та-та-та. Такая фраза. И следующая. Та-та-та-та-та. Вот так играется. Начинаем не простую нотку вот здесь вот с тенью, как обычно играем, а очень сильно притеняем. Вот так. То есть дальше просто идет половинка, как и принято в шуре, а первая нота вот видоизмененная. Низко играем ее. Не вот так, а вот так. Вот так. Вы должны это слышать просто. А эти, которые открываем, они цельные, цельные открываем. И все вместе получается так. Вот на этом первая часть первой части закончилась. И теперь вторая часть первой части. Вот так свою, да? И потом уже только эту. Вот так вот. Вот так вот. мы сыграли с вами первую часть. И можно приступить ко второй, в которой чуть-чуть больше украшений. а-ля Геворг Дебагян, скажем так. Вот так она начинается. То есть первый раз мы просто... Помните, а здесь вот так вот. И вторая. И снова. И там вот третью, четвертую фразу мы соединяем вместе. Смотрите. Вот так вот. Вернее, вот так. И дальше похожий рисунок. Вот так вот. Дальше. Первый раз было так. А сейчас вот так. То есть здесь заканчивается фраза тоже по-другому. Еще раз. Вот так вот. Вот так вот. Видите? И дальше. До этого мы делали так. А здесь мы делаем так. О, кой-то. Тот. Вот так вот. Или делим ее. Стоп. вот такая фраза. и в конце отличается, да? вначале было проще, чем сейчас даже. ой, вернее, труднее. вначале было так у нас, помните? а сейчас вот так вот, вот эта нотка. значит, первая часть второй части закончилась. и теперь, как в прошлый раз, но мы начинаем чуть по-другому. вот так вот. до этого было так. а теперь вот так. и дальше. и здесь можно тоже жующие вибрации делать в конце. и последний. вот и весь 7-мут-ампер. надеюсь, урок вам был полезен. вот. а пока с вами был коруна. и вероятно, увидимся в моих следующих уроках. пока. 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 пока.